Так, девчонки, всем привет! Мы сегодня с вами едим тортик. Да, у нас сегодня, смотрите, как красивый муссовый тортик. Давайте начинать. Всем большое спасибо, что вы смотрите меня. Рада всех вас видеть. Так, ну что, это муссовый торт с малиной. Ребят, давно у нас не было тортиков. Чтоб вот так, знаете, целиковый тортик. Пробуем. Я сейчас читаю две книги. Это Обломов и Братья Карамазовы. Сейчас конкретно слушала Обломова. Ну, я не знаю, ребят, спойлерить мне или нет. Но, знаете, казалось в моменте, что Обломов изменится. Но он не изменился. И, наверное, кто читал Обломова, каждый находит в себе его черты. И я, ребят, вам скажу так, что я от этих черт, я их очень сильно боюсь. Я боюсь стать Обломовым на все 100%. Вот так. Мне страшно, если честно. Это мой сам, мне кажется, большой страх. Посмотрите. Девочки, вкусно. Поэтому я взялась за чтение. И моя цель в этом году, ну, прочитать хотя бы минимум еще пару книг точно. Я не знаю, какие, но... А что следующее взять? Я не читала, знаете, Граф Монте-Кристо. Я не читала. Я не читала. Ну, вообще, знаете, настроение читать Достоевского, на самом деле. Я сейчас закончу Карамазовых и буду, наверное, читать... Знаете, как? И буду, наверное, читать Бесы. Я вот читала Идиот, но не... Короче говоря, ребят, я не буду вас грузить, но я скажу так, что я люблю читать, и я буду читать. Девочки, тут я посмотрела видео про меня. Одна девочка блогер сняла. Ну, мне просто девчонки уже писали про это. Типа, Катя, выскажись, выскажись. Но она там просто меня, на самом деле, засрала. Так скажем, необоснованно, как мне кажется. Вот, у меня тут грязная камера. Короче говоря, необоснованно на меня накатила там бочку. И... Типа, что я... Ну, знаете, у меня бывает настроение, когда я суючусь, такая веселенькая. Эй-эй-эй, ха-ха-ха. Типа, и... Она там так выставила, типа, что... Ну, в общем... Скажу вам так, я не хочу просто переходить прям на личности, но девушка, мягко говоря, не супер приятная, не супер прям красотка. И не супер прям профессионал в плане рассказов. И говорить про меня, что типа я вот такая там тупая, что как только я открываю свой рот, что вообще я как свинья. Хотя, не знаю, вот если кто смотрел, скажите. Согласны вы с этим или нет? Что я постоянно тру свое лицо. Хотя... Ну, я не столько тру лицо, как она. Своё тру в своем видео. Типа, оно чуть ли там не высмаркивается в конце, ребят. Можно было хотя бы это обрезать? Зачем это видеть зрителям? Ну, короче, знаете... Мне нечего сказать такого, потому что не хочется, знаете, делать просто рекламу человеку. Я уже и так её сделала. И там нет особо ничего интересного. Там всего лишь она сказала меньше там двух минут про меня. Мне бы хотелось, чтобы было побольше, поконкретней. Поэтому... Ну, она, знаете, ещё сказала, что мы с Чарликом похожи, что у меня такая уродская собака. Зай, завидую молча, честно. Ну, правда. Да, Зай? Так. Не, да. Короче, ребят, мой самый главный страх в жизни стать обломовым. Поэтому, чтобы не стать обломовым, я снимаю видео. До этого я работала. Я постоянно что-то делаю. Ну, в чём вообще смысл жизни? Я не знаю. Я не знаю. Смысл жизни в том, чтобы у тебя дома было чисто, ну, это бред. Смысл жизни... Вот в чём для вас конкретно смысл жизни? Я не знаю, в чём мой смысл жизни. Я, знаете, мне иногда кажется, вдруг я неправильно живу, вдруг я просто время растрачиваю. У вас есть такое? Тут как-то мне приезжала Катя, и мы с ней болтали. И она мне говорит, вот, ты там была... Мы с ней знакомы со школы. И она говорит о том, что я была другая, ну, немножко другая. Не сильно уж я изменилась, но всё равно я изменилась. Вот какая я была в 16, и вот сейчас какая я. И мне от этого, знаете, как-то так грустно стало, потому что я как будто бы боюсь этих изменений, я боюсь расти. Мне хочется всё время быть какой-то такой, ну, типа девочкой-подростком, а хотя я уже сама мама, и, блин, ну, много чего поменялось с того времени. Я уже... Ну, я говорю, Кать, мы же вообще были детьми. Она говорит, ну да. Но мы были детьми, но казалось, что мы взрослые. Ну, мы не были детьми, нам уже было 16, мы были подростками, но всё равно... Как-то, знаете, в 16 лет ты думаешь о том, что весь мир будет у твоих ног. что ничего не сможет произойти такого, что у тебя может что-то не получиться. Вот эти детские мечты, они так актуальны в 16 лет. Давайте. За вас, ребята. А потом ты... И кажется, знаете, что ты закончишь универ, весь мир будет у твоих ног, тебя там захват... С руками и ногами будут отрывать за тебя, драться, предлагать тебе сумасшедшие деньги, лучшие работы. А ты сталкиваешься с тем, что ты по факту никому не нужен в этом мире, кроме своей мамочки и папочки. И никто тебе ничего на блюдеческие золотой каемочек не принесёт. Тебе, знаете, лежал Емеля на печи. Такого нет. Сказки нет. Надо работать и всё. И много прикладывать сил, чтобы у тебя было всё хорошо. Нет времени лежать. Нет времени спать до обеда. Нет времени на это. И это, конечно, проджить свои руки морально сложно. Вот так. Ну и, в общем, мы болтали, что-то какие мы были. Ну, в принципе, мы такие и остались, не сильно поменялись. И я бы, знаете, хотела вообще вот эту детскость свою сохранить на долгие годы, чтобы я не менялась, чтобы я была таким же ребёнком. Как бы в душе уберегать это всё равно. Этот внутренний ребёнок, он будет всегда внутри нас. Но мне бы хотелось, чтобы ещё мой взрослый, который тоже живёт внутри меня, он стал реально взрослым, чтобы он мог ребёнка радовать и любить, и т.д. и т.п. чтобы всё было в гармонии, нужно найти себя и своё дело. Не знаю, я работала раньше HR-ом, мне как-то там, ну, я вроде мне нравилась, но не то чтобы. Блогинг мне нравится больше. он тоже занимает много времени и сил. Кто-то писал, что собака гадка, а я люблю его. Я его люблю, ребята. Вы любите своих животных? Подписывайтесь мой телеграм, там мы обмениваемся нашими животными. Да, мы там скидываем друг другу наших животных. Но я HR-ом обожаю на самом деле. Я абсолютно, абсолютно никогда не, ну, иногда бывает, жерею, когда он всё плохо ведёт, но в большинстве своём я абсолютно счастлива всегда, что мы его завели. Конечно, с ним тоже будут трудности, он не простая собака, он такой, знаете, не любит чужих, такой пацанчик с характером. Но, тем не менее, и знаете, я понимаю, что вот это моё желание собаки, завести собаку, это как раз таки вот этот мой внутренний ребёнок никак не мог успокоиться, сейчас он успокоился. А люди, кстати, которые заводят себе и собаку, и кошечку, и улитку, и зайчика, и кролика, ну, знаете, в этом ты хочешь найти какое-то спокойствие. Тебе кажется, что ты заведёшь собаку, и твоя жизнь будет просто вау, просто у тебя выйдет всё на новый уровень. Ну, ребят, нет, так не бывает. Ты заводишь собаку, и добавляются дополнительные проблемы, типа, что она писает, какает, кого-нибудь там укусила, испугала, сбежала. Это не то, чем можно наладить свою жизнь, это скорее, чем можно внести какие-то дополнительные заморочки в свою жизнь, но по итогу собака будет тебя радовать, несмотря на все заморочки. Так, чарль, у тебя не видно. Тут у меня кружка стоит, тебя не видно. Девочка, у тебя не видно. Давай вот так вот. Поэтому имейте в виду, я просто хотела собаку, я не понимала, на самом деле, насколько это ответственно. Это как, знаете, люди заводят детей, чтобы спасти брак. На самом деле, дети, это такая, обалденная нагрузка и на вас, и на ваш брак, и на ваши отношения. И если ты хочешь скорее там развестись со своим мужем, если у вас какие-то проблемы, если вы еще заводите детей, это еще больше усугубляет эти проблемы. Такого нет. Ну, как бы, вот, ребят, честно, эти как бы какие-то тоже бессонные ночи. Мне недавно подружка родила, и у нее сейчас у ребенка колики. Мы это пережили, честно, колики это жесть. И об этом мало кто говорит. Ну, кто говорит. Вот у нее сейчас колики, я говорю, типа, ну, все нормально, у всех колики, вот у нас были колики. Только я столкнулась с тем, что мне все говорили, ой, да не будет никаких коликов. Потом начались колики, и я такая, блин, да что не так, я что-то не то ем, или что не так. Я уже там, знаете, себя съела внутри, по факту, просто у ребенка колики, и все. Нет никаких причин, ты не, это не от того, что-то съела там, сырничек, или выпила кофе с молоком. Нет, просто у него колики. Ну, как бы, надо к этому вот так относиться, иначе просто ку-ку съедет. И у меня не было такого человека, кто мне скажет, что это просто колики. И вот я сейчас говорю, что это просто колики, ничего страшного, не надо загоняться, надо там пить спумизан, вот это все, что помогает. Нет в этом ничего страшного такого. И она мне говорит, Катя, я абсолютно не думала о том, ну, типа, знаете, розовые очки разбиваются о реальности. Так часто мы во все это верим, во все это розовое, что мы заведем собачку, будет так классно, что мы заведем очень, ребенок у нас появится, мы родим ребенка, у нас он будет такой спокойненький, лежать в кроваточке, лежать в колясочке, а ты будешь там с кофейком гулять по улице. Как я думала, что я буду собачку вот так вот отпускать, и он мне будет со всеми играть. Ребят, ну, нет, так не бывает. Ну, или бывает у кого-то, но вот у меня, допустим, я собаку не могу свою выпустить. Я все время с ним на поводке. Этот как бы тоже такое. И тут совсем так. все скрывает какие-то свои подводные камни. Поэтому разбирайтесь с собой. Единственный совет. Давайте попробуем еще кусочек. Слушайте, ну я наелась, торт вкусный, очень красивый, да? Такой муссовый. Обалденный. В общем-то, слушаю я книгу, потом напишу своим мыслям в Телеграме. Тут тоже расскажу. Я хочу снять блог, если честно. Денек не блог, а влог. Попробуем. Свой денек. Свой обычный день. Надеюсь, вы меня поддержите. У меня завтра, в принципе, будет такая возможность. Я буду дома одна поснимать. Чего я делаю? Как я пью свой кофе утренний? Иду гулять с собакой. Обшись, честно, день сурка у меня. Ну хорошо, что есть съемки. Я себя так развлекаю, знаете, у меня какой-то другой мир. Что у меня есть какое-то такое дело, вот как снять, смонтировать. Это немножко все-таки должно быть какое-то хобби, которое будет вас выдергивать из этой рутины, если вы мамочка. Чарль. Сидится, смотрит. Слушайте, обалденно. В общем, поделилась с вами своими страхами. И по факту, знаете, никто за тебя тебя не сделает. Никто за тебя не будет делать твою работу, твои задачи какие-то глобальные по жизни выполнять. Никто не будет. И откладывая их на потом, это просто обломовщина, ребята. Я не хочу быть обломовым. Знаете, жизнь просто очень быстро пролетит, и вы даже не успеете глазом моргнуть. вот как я не успеваю. Допустим, я моргаю, и время настолько быстро летит, что Арине уже скоро будет годик вообще. Ну, не годик ей будет, ей скоро будет 8 месяцев уже, а я только была беременна, ребята. А вы же помните, я была не беременна тогда. когда появляются еще дети, время так быстро летит, и ты боишься его упустить. Поэтому делайте свои мечты. Реализовывайтесь. Знаете, вот надо заниматься самореализацией. Вот о чем я говорила, что завести, допустим, собаку, это не самореализация, или завести там ребенка, сделать ребенка, это в принципе тоже такое, это отдельный человек, это нельзя сказать, что это ваша самореализация, потому что он вырастет и уйдет, и ты останешься в принципе с тем, что ты успел наработать за это время. Вот, поэтому делайте себя, читайте книжки, реально читайте книги. Я вот гуляю с коляской читаю, это классно, это очень круто, так время летит быстро. Я даже не успеваю, где я такая села, читаю, бац, уже Арена проснулась. Поэтому, девчонки, если вас какая-то тема интересует, разбирайтесь в ней потихонечку. В работе то же самое. я замечала, что иногда в работе, когда работала, я начинала тупеть в одном моменте, то есть я на какой-то определенный уровень выходила и начинала тупеть. Я чувствовала, что я одно и то же делаю. И тут в этот момент важно пойти учиться, что-то новое узнать, что-то внедрить в свою работу, чтобы не затухать и не закрываться в каких-то понятных тебе действиях и переставать просто развиваться. Это самое ужасное. В общем, я хочу развиваться. У меня большой страх деградации. Когда я деградирую, у меня, знаете, начинаются панические какие-то атаки, беспокойства. я прямо сама себя съедаю. Ребят, все, я наелась. Уже, знаете, не резит. Мы съели очень много, ребят, очень много. Сегодня снимаем с одним софитом. Такая камерная обстановка. Идем с девочками говорить пока-пока. Девчонки, большое спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Берегите себя. Скоро увидимся. Все контакты в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok